Продажа алкогольной продукции несовершеннолетним, торговля без лицензии, ценообразование. На это обращают внимание народные контролеры. В очередном рейде общественники проверили специализированные магазины. Первый – красное и белое в 11 микрорайоне. И сразу первая претензия. Несколько коробок с продукцией стоят на полу, а это нарушение. Стараемся решить нашу проблему и изменить к вашему следующему визиту. В остальном магазин прошел проверку. Вся алкогольная продукция имеет лицензию, а цены соответствуют закону. Помимо спиртосодержащих, магазин торгует молочной продукцией и консервацией. Народные контролеры проверили и эти товары. Навеканий по ним не возникло, и это радует. Тем более, что некоторые губкинцы приходят в этот магазин только за покупкой продуктов питания. Всегда ли обращаете внимание на цену, на качество товара, на сроки годности? Конечно, и на цену, и на сроки годности всегда. Тем более, если товар обязательно в порядке. Следующий объект, который посетили общественники – магазин «Бахус», расположенный в 12-м микрорайоне. Первым делом контролеры обратили внимание на цену товара. По закону, алкогольная продукция не должна быть дешевле установленной правительством стоимости. Иначе это может говорить о фальсификации. В этом магазине цена на спиртную продукцию тоже оказалась в норме. Значит, водка, минимальная цена у нас по приказу 185. В этом магазине 220. Все, значит, нормально. Также контролеры проверили исполнение закона, запрещающего продажу алкоэнергетиков и ограничивающего продажу безалкогольных энергетических напитков. Скажите, пожалуйста, энергетические напитки лицам всем продают энергетические? Знаете о том, что нельзя до 18 лет? Безалкогольные. А, ну вот все есть. Вот это все отлично. По словам народных контролеров, алкогольные магазины Губкинского прошли ревизорскую проверку. Елена Канина, Денис Гонцов. Новости Губкинского.